Топор древних скифов, короб противогаза, без которого не обходится ни один фильм про войну и немцев, и многое другое можно увидеть в коллекции жителя села Протягайловка. Юрий Соколов не только нашел артефакты, но и отреставрировал их. Юрий, каково вот находиться в доме, в котором хранятся вещи, старинные вещи самых таких страшных войн. Не страшно ли? Нет, не страшно. Наоборот, здесь дух того времени, то есть дух истории. Вот так выглядит дом настоящего поисковика Юрия Соколова. Здесь он складывает все свои найденыши. Так много здесь старинных вещей, как вообще не запутаться в названии, в истории этих предметов? Вот это, к примеру, что такое? Ну, это вещь названия не имеет. Я помню, кстати, название каждой вещи, ну как, не то, что название, а где ее взял, кто мне ее подарил. Это с Рубинского района мне женщина подарила. Это вещи потом уже долго спрашивали, интересовались, но нашли, знаем, что это. Это немцы делали для удобства копать окопы. Грунт там твердый, лопатой копать сложно, рассказывает Юрий. Поэтому немцы придумали вот такую штуковину. У нее была ручка, и ею было удобнее углоблять траншею. Она самодельная. Они ее сами придумали, сами сделали. Она видна, что это вещь кованая. То есть делали в кузне. Кузнечная сварка, так называемая. А вот это не просто гараж. На самом деле, это еще один склад-музей. Только большинство вещей в нем уже отреставрированы. Здесь находятся вещи практически всех времен. Это уже отреставрированные вещи, которые уже побывали на выставках, в музеях, на днях города, ну и, в принципе, на дне республики. Ну, показывайте, что у вас тут такого интересненького. Ну, тут, так скажем, все эпохи затронуты. Ну, самая такая старшая, это, наверное, вот такой вот скифский топор. Он сделан из латуни, вот он такой отлитый, видно, такой более примитивный. Он цеплялся на ветку здесь, ну, как бы ветка такая изогнутая была, и веревкой заматывался. И мы видим, что обломано. То есть, скорее всего, был удар, обломался. То есть, этим пользовались скифы две тысячи лет назад? Ну, примерно, да. И вот самая современная, так скажем, наша уже современная история, это вот как раз поражающие элементы и остатки той самой пресловутой ракеты, которая упала в районе Кицкан. Еще одно увлечение поисковика – это советские военные игрушки. К примеру, вот пушка, которая стреляет как настоящая. Эта пушка, она вот практически в идеальном состоянии, то есть отборной краски, все. Она, чем интересно, она при взводе, сюда вставляется резиновый такой снарядик, а вот сюда на низ был круглый пистон, то есть звуковое сопровождение. То есть при выстреле снарядик вылетает, идет звуковое сопровождение, дым, то есть, ну, все максимально приближенное, как к настоящему. Такую пушку, кстати, не каждый мог себе позволить купить, потому что стоила на пять с половиной рублей. На эти деньги тогда можно было купить два килограмма мяса или 55 булочек, а в киоске взять 25 пломбиров в вафельном стаканчике. Юрий легко ориентируется в своих, как он говорит, музеях. Случайному человеку тут легко потеряться, но у него все разложено по своим местам. Работа поисковика, говорит Юрий, не только в том, чтобы найти артефакт. Потом надо узнать историю найденыша, отреставрировать его и передать в музей. В выставочном павильоне Бендерской крепости, к примеру, есть вещи, которые нашел и восстановил именно Юрий Соколов.